Девушки отдыхают Какие нарушения выявила природоохранная прокуратура при строительстве мусорного полигона в Кумтар-Калинском районе, расскажем в выпуске. 10 тысяч дагестанских паломников поедут в этом году в Хадж. О том, как идет подготовка к первому вылету на святые земли, узнали наши корреспонденты. Дагестанские тейквандисты снова отличились. Два золота на Кубке России за нашими спортсменами. В этот легкий и праздничный день детей порадовали серьезными подарками. Так в Дагестане открылись шесть дошкольных учреждений. Все объекты возведены в рамках нацпроекта «Демография». В детском саду номер 36 в традиционной церемонии по перерезанию ленточки участие приняли глава республики Сергей Меликов и замминистра просвещения России Андрей Николаев, который посетил Дагестан с рабочим визитом. Федеральный чиновник похвалил регион за проводимую работу по строительству соцобъектов. Ну а главный праздник для детей прошел в Каспийске на Анжиарене. Сотни детей и взрослых пришли на масштабное представление, которое было организовано на высоком уровне. Для маленьких посетителей работали различные площадки, аттракционы и мастер-классы. Свои детские годы вспомнил и наш корреспондент Карим Гамаев. Ему слово. Мальчишки и девчонки, а также их родители, все они сегодня собрались на Анжиарене в ожидании главного представления приуроченного к Международному дню защиты детей. Ну и традиционно по всей республике проходят массовые мероприятия, где главные гости, конечно же, сами дети. Поздравляем! К счастью всех детишек, этот праздник как бы открывает их длинные летние каникулы. И они с большой радостью пришли на это мероприятие. Тут мне интересно, тут будут концерты, аттракционы, я на них буду кататься тоже. Ну, мне все нравится в этом парке, и вообще праздник мне нравится. Счастье и всего самого наилучшего, чтобы мечты все их сбывались. И также мы хотим поздравить всех с Днем защиты детей. Ответственными за настроение детей и обширную развлекательную программу, в которую входили батутный центр, спортивная зона и различные мастер-классы, были волонтеры. Волонтеры на данном мероприятии организовывают площадки по добровольчеству, по патриотическому воспитанию, плюс еще и аниматорскими движениями, которые будут развлекать детей. Волонтеры всегда рады помочь, оказывать такую помощь, радовать детей. Помимо целого ряда развлечений, собравшимся была представлена возможность посмотреть, потрогать и даже посидеть в различной специализированной технике, любезно представленной сотрудниками МВД и МЧС. В этот день детям буквально можно все. Допустим, вот им дали порулить на машине специального назначения МЧС России «Уран». Так, поделитесь своими впечатлениями. Как вам машина? Бомбовая! А как вам праздник? Очень хороший, четкий. Также на мероприятие пришло много именитых спортсменов и других почетных гостей. Чтобы слушались родители, слушались тренеров, чтобы засыпались мечтами, просыпались целью, как говорится. Не знаю, главное, крепкого здоровья имама, и чтобы всех благ. Разделить радостный для юных дагестанцев день приехал и глава республики. Сергей Меликов погрузился в атмосферу праздника и посетил все развлекательные площадки. Самым полюбившимся маленьким посетителем развлечением стала карусель. Ну что ж, здесь для детей проходит настоящий праздник. Множество аттракционов и развлечений. Ну, один из них мы решили испробовать сами. Карим Гамаев, Саид Шагидов, новости НТ «Каспийск». А вот праздник в центре для незрячих. Их сан, приуроченный ко дню защиты детей, совпал с еще одним важным событием. Московские специалисты из лаборатории «СенсорТех» в рамках проекта помощи незрячим подарили центру оборудования «Робин». Подробности у Айши Тухаевой. Специалисты лаборатории приезжали для тестирования оборудования еще в марте. Сегодня они подарили оборудование «Робин» подопечным центра «Ихсан». В этот день незрячих и детей, и взрослых также награждали грамотами и дипломами за успешный хивз, заучивание наизусть джузов Корана. Поздравить подопечных с их успехами приехали депутаты народного собрания, а также религиозные и общественные деятели. «Сколько? 14? Ты три джуза уже знаешь?» «Да, пока». «Пока». И он не собирается останавливаться под ваши аплодисменты, пожалуйста. «Я обязательно буду приходить к вам в гости, мы будем дружить с вами, мы будем всячески вам помогать. Сегодня условный день защиты детей. Это условный праздник, всегда дети – это приоритет». Это мероприятие стало заключительным в учебном году для учеников центра «Ихсан». Скоро они отправляются на каникулы. Такие проводы всегда проходят эмоционально. Дети скучают по центру весь летний период, даже те из них, кто приехал из далеких регионов России. Напомним, в центре для незрячих «Ихсан», учредителями которого являются Муфтият Республики Дагестан и благотворительный фонд «Ихсан» обучаются и взрослые, и дети. Один из таких – Мурад. У него отсутствует зрение, но при этом есть такое сильное стремление изучать Коран, что он приезжает в центр, учится. При этом у него есть семья, дети и даже небольшой бизнес. Причет тридцатого джуза Корана. Людям, что отсутствие зрения, они не ставят какой-то запрет или на тех или иных действиях, которые другие дети, норматипичные или здоровые, как говорят, делают каждый день. Что для них это тоже возможно. Да, нужно больше времени, больше усилий, нужно этому их учить, потому что 80% информации человек получает через зрение, а когда отключается этот орган, остается 20%. Но благодаря грамотным действиям, благодаря грамотным специалистам мы доказываем, что мы можем обучить этих детей и можем обучить их не на 100, а на 200%. Учебный реабилитационный центр должен развиваться согласно вызовам времени. В Ихсане это правило давно взяли на вооружение и постоянно мониторят рынок развивающих программ и оборудование, успешно внедряя многое в повседневную работу. Строительство мусорного полигона в Кумтар-Калинском районе вблизи Бархана-Сырыкум приостановлено. Такое решение было принято Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратурой после соответствующей проверки по обращению жителей Дагестана. Установлено, что республиканский экологический оператор заключил договор на строительство с компанией, которая приступила к работам до получения всей необходимой экологической документации. Надзорное ведомство потребовало от директора компании устранить выявленные нарушения. Автомобильные магистрали в Дагестане продолжают преображаться. А все благодаря государственной программе Министерства транспорта республики. В частности, в Буйнакском районе начаты работы на дороге местного значения Буйнакск-Верхний Каранай. Трасса является туристическим маршрутом и ведет к Сулакскому каньону. Ежедневно на объекте задействовано 36 специалистов и 22 единицы спецтехники. Ввод в эксплуатацию 7 километров дороги запланирован на ноябрь текущего года. Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди посетила делегации из Турции. В ходе беседы стороны говорили о духовно-нравственном воспитании общества. Они поблагодарили духовного лидера республики за огромный вклад в это дело. Мы узнали о шейхе Ахмаде Афанди от учеников медресе в Турции и приехали с любовью к шейху. Мы знаем, как много работы он проводит и сколько стараний пролагает ради ислама и мусульман. Путь у нас один, а Глютасауф, мы тоже его придерживаемся. Мы испытываем огромное уважение к Дагестану. Между нашими народами есть братство. И мы просим Аллаха укрепить это братство, чтобы мы вместе держались прямого пути. Почетные гости рассказали также о своем наставнике Махмуде Эфинди, который при жизни вел активную проповедническую и научную деятельность. Способствовал открытию медресе в Турции и в других странах. Сопровождал делегацию из Турции помощник главы республики Магомед Гаджи Магомедов. Они же пришли сюда править свое уважение. Раз у них такое намерение, меня посетить, пусть Аллах их вознаградит. Дай Аллах, чтобы у них жизнь сложилась, все благополучно, хорошо. Вам они благодарят за то, что самое дорогое время уделили. Нас пригласили. Чуть больше недели остается до вылета первого рейса с дагестанскими паломниками на святые земли Мекки и Медины. В хадж в этом году из республики отправится порядка 10 тысяч человек. В настоящее время идут подготовительные работы. Какие именно, расскажет Хамзу Нурмагомедов. С трепетным ожиданием предстоящего хаджа будущие паломники готовятся основательно. Ведь впереди их ждет длительное благословенное путешествие на святые земли Мекки и Медины. Мы очень надеемся, что Всевышний нас позовет, что без препятствий все это пройдет. И первое хаджа, это даже как бы полнительно, если честно. Это встреча с пророком, это встреча с его жизнью, его схабами, это встреча с Домом Всевышнего. Компания «Марватур» проводит с будущими паломниками регулярные встречи и собрания. С ними ведется ознакомительная и разъяснительная беседа, чтобы все обряды хаджа были выполнены правильно и вовремя. В основном проведение этих собраний делим на три части. Духовную составляющую обращаем особое внимание, вторая часть – это каноническая и третья – техническая. Учитывая, что мы вышли на финишную прямую и очень близко уже время вылетов, на сегодняшний день я очень сильно убедительно просил наших паломников следовать за нашими руководителями. Почему? Эти руководители, которые книгу читали, эти руководители, которые и раньше были на хаджи, имеют опыт проведения хаджа, поэтому слушаются своих руководителей. В ходе встречи паломникам раздали сумки, бейджики и литературу о хаджи. Среди них, как и те, кто впервые посетят святые земли, так и опытные паломники. Для паломника в первую очередь, что не хватает собраний. Там бывают такие моменты, когда человек уже начинает возмущаться насчет условий. Когда там получается где-то в сафари тягости, они уже начинают возмущаться. Это не так, это не так. Я боюсь что-то говорить, потому что я уже с 1994 года вижу, как изменения там получились, как раньше было, как сегодня. Поэтому я всем паломникам желаю добра, счастья, счастливого пути, чтобы они с полной совершенной хаджем умрой домой приехали на свои земли и проявили собр везде. Находясь в Медине, находясь в Мекке, и везде разница на заяратах, и чтобы они послушали своих руководителей. Первый рейс из Дагестана запланирован на 8 июня. Всего в этом году из республики хадж совершат порядка 10 тысяч человек. Среди них тысячу паломников отправятся по благотворительной программе Сулеймана Керимова. Отметим, что всех их будет обслуживать компания Марватур. В Махачкале подвели итоги 10-го международного межрелигиозного молодежного форума. На площадке Рия Дагестана организаторы мероприятия отвечали на вопросы журналистов. Как отметили выступающие, форум стал эффективной площадкой для делового взаимодействия, дружеского общения и обмена опытом молодых людей. Он играет важную роль в диалоге представителей различных конфессий и формировании у молодежи общечеловеческих духовных ценностей. Вообще самое главное, что там преследовалось, это услышать все стороны всех религий от экспертов. У нас огромная проблема, и в принципе она распространена во всем мире, что люди делают вывод о религии, исходя из того, что они видят представителей этих религий. Но о самой религии мало читают. Споров ни у кого не было, кроме как один интерес. Это была самая главная цель – познать его Бога. Форум проводится в рамках реализации комплексной программы по противодействию идеологии терроризма. Мероприятие уже стало традиционным и зарекомендовало себя как эффективное и востребованное событие в жизни республики. На самом деле наша площадка является уникальной для всей России. Только на территории Республики Дагестан проводятся такого рода мероприятия, где объединяются на одной площадке участники разных конфессий. И обсуждаются наиболее острые вопросы. И о спорте. Ко дню защиты детей в Махачкале приурочили футбольный турнир среди юношей. В футбольных баталиях сошлись 12 команд образовательных учреждений из городов и районов республики. Встречи проходили по круговой системе в двух подгруппах. По итогам игр первыми в обеих возрастных группах стали представители Центра развития талантов «Альтаир». Победители получили кубок и медали. Также организаторы учредили специальные награды для отличившихся игроков. Дагестанские тейквонзисты выиграли две золотые медали Кубка России. Соревнования проходят в городе Набережные Челны. Обладателем награды высшей пробы в весе до 74 кг среди мужчин стал Магомед Расуламаров. В турнире среди девушек в категории до 67 кг первое место заняла Джаврия Талиева. В активе наших также одна серебряная и пять бронзовых медалей. Как итог, второе место в общем зачете. Всего в турнире принимают участие около 600 тейквонзистов из 79 регионов страны. По окончании Кубка России там же в Татарстане пройдет командный чемпионат страны. Смотрите новости ННТ также на наших каналах в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Лориана Шимхалаева. Встретимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин